Наше путешествие по Европе продолжается. Выехав из Анси, которая находится на границе со Швейцарией, мы пересечем всю Францию, и наш путь лежит на побережье Коста-Браво в Испании. Мы проезжаем очень живописные места юга Франции. На вершине холма вы видите остатки катарской крепости. Катары были христианской сектой, имевшей огромную популярность в XII-XIII веках в Лангедоке, ныне южной провинции Франции, которую мы проезжаем. На побережье Коста-Браво мы на неделю остановимся в городке Тоса-де-Мар. Это самый известный пляж Тоса-де-Мар, Плайя Гран. Он расположен в самом центре, рядом с одними из самых знаменитых национальных памятников Коста-Браво, средневековым городом-крепостью Вилла-Велья, который расположен на высоте 70 метров над уровнем моря. История этого городка исчисляется тысячелетиями. Первые жители появились в Тоса-де-Мар еще во времена неолиты. Примерно в первом тысячелетии до н.э. в Тоса-де-Мар возникло иберийское поселение, а римляне появились здесь в I веке до н.э. После распада Римской империи Тоса-де-Мар стала частью королевства Готов. Позже, в VIII веке, городок заняли арабы. С XII века Тоса-де-Мар стала окончательно частью герцогства барселонского. После возврата этих земель во владение испанцам, город озаботился своей защитой от пиратов. И в XII веке н.э. здесь была построена и обнесена высокой стеной крепость, которая ныне известна под названием Вилла-Велла. Старый или в переводе Старый город. Она практически сохранилась до наших дней. В середине XX века начался бум мирового туризма в Испанию. И Коста-Браво, а вместе с ним и Тоса-де-Мар не стали исключением. В 1950 году Голливуд облюбовал Тосу для съемок фильма «Пандора» и «Летучий голландец». Главные роли в картине исполняли Ава Гарднер и Марио Кабре. Ава влюбилась в Испанию, где прожила после съемок фильма 8 лет. Во многом своей нынешней популярностью курорт обязан Аве Гарднер. Много лет спустя, в 1992 году, актрисе установили здесь бронзовую скульптуру. «Пандора» и Марио Кабре. «Пандора» и Марио Кабре. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Это пляж Эль-Кадалар. Он немного скрыт в углу под башней старого города. Пляж хорошо защищен от ветра, что в давние времена было немаловажно для рыбаков, выходивших в море. Поэтому часть современного пляжа долго служила портом для рыболовецких кораблей. Со стен старого города открывается красивый вид на пляж. И стоит полюбоваться. Но, как видите, не только мы любуемся этой красотой. Узкие улицы Тоса-де-Мар, украшенные цветами, до наших дней хранят старинные жилые дома традиционной средневековой архитектуры со своим особенным и характерным колоритом. В период расцвета 15-16 век старый город объединял в себе около 80 домов. Здесь до сих пор живут люди, и его улочки органично переплетаются с улицами современной Тосы. Сторожевые башни старого города служили для предупреждения набегов пиратов. Со стороны моря, то есть с Северной Африки. Особенно в 16 веке. На протяжении всего побережья, на определенном расстоянии друг от друга, стояли дозорные башни. Обычно они возвышались над бухтами в стратегически важных местах. Внутри размещался постоянный пост, который вел наблюдение за морем. В случае опасности дозорные подавали сигнал днем при помощи дыма, а ночью при помощи огня. По цепочке сигнал передавался от башни к башне, и город, к которому приближалась опасность, имел время на организацию обороны. Башни эти называли мавританскими. Именно мавры ввели такую сигнальную систему. Как только приходил сигнал об угрозе, горожане запирали главные ворота и приступали к обороне. В то время как приезжие туристы поднимаются вверх в крепость на автобусике или лежат, загорая на пляже, местные пенсионеры, сидя в тени, разглядывают приезжих и делятся впечатлениями об увиденном. Население Тоса-де-Мар примерно 6 тысяч человек. Однако в курортный сезон город наполняется туристами со всего мира. Сюда приезжают любители спокойного отдыха. Здесь нет шумных ночных клубов и дискотек, а красивые пляжи становятся тихими и почти пустынными в вечернее время. Традиционно считается, что прибрежные поселения обязательно были рыбацкими. Что касается Тоса, это не совсем так. Да, рыбной ловлей здесь и сейчас занимается несколько семей. Но основным доходом города было производство вина из винограда и пробки. Город утратил свое общественное значение к началу 20 века, когда упал спрос на кору пробкового дуба. Вторично открыли Тосу в 20-30-х годах прошлого века художники. Тоса гордится, что одним из первых на отдых сюда приехал Марк Шагал. А вслед за ним в этот живописный городок приехали и другие художники. Церковь Святого Винсента Она расположена за стенами крепости и была построена в период раннего средневековья. А в 19-м столетии практически полностью разрушилась при очередном штурме крепости. Местным жителям удалось восстановить ее, а рядом с ней из оставшихся камней построили много красивых домов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Этот город просто дыхание истории. Отдыхать здесь одно удовольствие. Однажды попав сюда, хочется возвращаться вновь и вновь. Есть завораживающая магия в его узких улочках, старой крепости и, конечно же, в море. Но даже оно не в силах затмить Тосу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok